МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучат самые разные мнения на этот счет. Кто-то предлагает изменить действующую систему, некоторые предлагают и вовсе ее отменить. Каково ваше мнение на этот счет? Ремонтировать свое жилье надо. У нас сегодня, только по городу Архангельску, сколько ветхого аварийного жилья. Мы превратим сегодня и наше настоящее жилье в ветхое аварийное, если мы не будем его ремонтировать. Правильно? Правильно. Поэтому, как у меня для депутата, двоякое мнение у моих избирателей. Потому что у меня не только округ города Архангельска, у меня еще муниципальные районы, наши деревни любимые и так далее. И когда я сижу в муниципальном образовании, и встречаюсь, не сижу, а встречаюсь с избирателями в залах, и поднимаю, говорю, поднимите руку, у кого-то свое жилье, собственный дом. И пол зала поднимают руки, потому что, сами понимаете, муниципальных образований, сейчас там сектора очень много. А пол зала, значит, те, которые живут в наших квартирах. И в зале начинают сразу дискуссии. Они сами не могут друг друга найти точки соприкосновения. Люди говорят, слушайте, а почему я, живущая в собственном доме, не прошу поддержки государства? Государство ничего не дает. Не на ремонт моего дома, крыши, заборов, домов, и каких-то еще вопросов. А сегодня только говорим о многоквартирных домах. То есть справедливо? Да, конечно. Справедливо. Поэтому я считаю, что мы должны ремонтировать свои дома. Однозначно должны. Другое дело, что мы сегодня сделали ряд целой категорий, и это правильно тоже, кто не будет платить сегодня или будет платить меньшую долю за капитальный ремонт. Это наши пенсионеры, которым старше 80 лет, они вообще не будут ничего платить за ремонт. Это люди после 70-летнего возраста, там 50%, категория многодетных, категория детей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Это тоже справедливо, что мы эти категории платить не будем. А то, что мы должны свое жилье ремонтировать, это, я думаю, очевидно всем. Но звучит очень много претензий к прозрачности действующей системы. Люди не понимают, кто собирает деньги, где они копятся и когда будет ремонтировано. Справедливо. Алекса тоже согласна, но давайте внимательно все-таки будем читать закон. Что он позволяет сегодня. Есть региональный оператор, куда собираются деньги. Мы сегодня сами можем на свой дом объединиться, собирать деньги только на свой дом. Другое дело, что мне в аудитории говорят, да как кто это будет делать? Мы тут должны уже объединиться все вместе. Что живем в многоквартирном доме, а один-два не согласится и нам этого не сделать. Но мы можем сегодня самостоятельно это делать. И очень многие успешно проходят такие варианты, когда собственники сами объединяются, сами решат, что они сегодня будут ремонтировать. И таких примеров по стране очень много. И мы видим такие дома, когда ремонтируют что-то любодорого. Там много вариантов в законе предложенных. Не хочешь сам делать, отдай региональному оператору. Много. Там три варианта по закону. Мы просто не... Я считаю, что не всегда достаточно объясняем людям, как можно. Вот это вы совершенно правы. Люди не знают, что у них есть несколько возможностей сегодня решить вопрос по ремонту своего дома. Вот это нужно объяснять в регионе, в первую очередь, региональным операторам. Когда я сделала такую практику, что у меня на приеме в Архангельске, когда люди приходят, каждый второй практически по этой теме. Вы были на моих приемах, видели, да? И однажды я пригласила регионального оператора прямо на свой прием. Говорю, вот сейчас не я буду рассказывать людям, а вы рассказывайте. Почему вы сегодня не используете СМИ во всем его проявлении, то есть в газетах, на телевидении, рассказать людям сегодня, собственникам, как это можно сделать. И пусть люди сами выбирают свою возможность ремонта своего дома. А закон это право дает. Срок накопления этих средств достаточно большой. Как правило, речь идет о 28-26 годах. Но никто не отменял инфляцию. За то время, пока деньги копятся, они точно так же обесцениваются. Давайте не будем загадывать. Еще раз говорю, сегодня можно саккумулировать на своем счете и ремонтировать хоть там завтра. Саккумулируйте. Была просто идея внедрения специальных целевых банковских депозитов, когда либо фонд, либо сами жильцы могли этой системой воспользоваться, дабы хотя бы от инфляции уберечь свои деньги. Меня больше спрашивают о другом. Почему оригинальный оператор находится не в Архангельске, а в Санкт-Петербурге? Это вопрос. Справедливый совершенно вопрос. Вот почему это происходит? Ну вопрос не к депутату, да? Налоговая нагрузка всегда больно ударяет и по людям, и по различным отраслям. И это один из основных причин инфляции. Но тем не менее, экономисты предлагают все новые и новые варианты поиска средств. Вот, например, Никита Кричевский, экономист, предлагает в России внести налог на бездетность. По его расчетам, это может перенести федеральному бюджету 1 миллиард рублей. Как вы относитесь к этой инициативе? Совершенно я знаю инициативу Никиты Кричевского. Считаю, что, во-первых, это у нас уже все было. У нас был налог на бездетность 6%. И всегда меня это и тогда удивляло. Господи, ну а почему мы его налогом собираем? Он еще даже не женился, да? Мы должны уже с него налог взять, с этого молодого человека. Ни к чему хорошему это не приведет. Дополнительные налоги нашим налогоплательщикам не приведет ничему хорошему. Другое дело, тема им же поднята, и она очень важная. У нас сегодня в стране 2 миллиона отцов, которые не платят своих алиментов своим детям. Это цифра Росстата, которая зафиксирована. 2 миллиона. Значит, причины там, я не хочу сегодня углубляться в эти причины какие, но не платят. И, безусловно, наши женщины, остающиеся с детьми, с одним, с двумя, то есть с тремя и больше детей, сегодня не получают алиментов на своих детей. И ситуация-то тоже у этих семей обычно всегда напряженная. И алименты, конечно, нужно платить своим детям. Поэтому мы сегодня в Думе, мы, это женщины в первую очередь, обсуждаем другой немножко вопрос. Этот вопрос мы задали даже премьеру. Медведев на ближайшей встрече, у нас была недавно с ним встреча, мы этот вопрос подняли, и он это воспринимал очень позитивно. Что давайте создадим в стране алиментный фонд за счет государства. И пускай сегодня государство взыскивает с алименщика эти деньги. Потому что наши мамочки не могут, даже суды прошли, значит, и не может все равно не взыскать со своего папаши, не ради его эти деньги. Потому что он может платить, наши уважаемые мужчины, при всем уважении к вам, 500 рублей в месяц, и наши приставы говорят, но он же вроде платит, вот сколько может, столько и платит. И суд не берет на рассмотрение эти дела, да, значит, потому что он же все равно капельку дает. И такая тенденция очень неправильная. А вот пускай государство, не мамочка бегает по судам и взыскивает своего папашку денежки на ребенка, а пускай государство ей платит эти алименты, а уж найдет возможность, механизмы взыскания с ней ради его отца. И Медведеву как бы это понравилось. Он дал задание Министерства труда и соцзащиты рассмотреть этот вопрос по алиментному фонду в стране. Это будет правильно. А не так, что снова давайте ведем налог на бездетность, и не факт, что у нас тут прямо завтра появится триллионный день. Поэтому давайте пожалеем наших людей. Хорошо. Раз уж мы заговорили о детях, еще одна тема, которая в последнее время будоражит медиасферу, это бэби-боксы. Опять эксперты, люди, которые работают в социальной сфере, разделились на два лагеря, за и против. Какого ваше мнение на этот счет? Однозначно за. Я мать, я понимаю, что у нас сегодня в стране что-то неладное творится вообще с нами, с женщинами. Никогда такого в России не было, чтобы мы своих детей травили, убивали, бросали вообще в лесу, в помойки и так далее. Я не помню таких случаев в советское время. Как бы тяжело не жили. Наши родители пережили, деды пережили войну, послевоенные годы тяжели. Страна в разных ситуациях была. Вот такой беды, которая сейчас пошла практически уже очень часто, мы видим по СМИ, это просто какое-то безумие. Что владевает в голове наших мамочек? Я не знаю в тот момент, когда она бросает своего ребенка замерзать на улице. Так давайте дадим возможность, что мы сегодня и делаем в наших роддомах, сделаем такую возможность для этих женщин, что она там. Я не хочу сегодня судить их. Не судим, не суди, не судим будешь, да, говорит наша Библия. Поэтому что в тот момент отчаяния какого-то наверняка, потому что никогда нормальный человеческий мозг, особенно женщины, не бросит своего ребенка. Но если такой момент настал, государство, дайте возможность сегодня, положи этого ребенка, даже говорю, у меня вот мурашки, потому что положи этого ребенка, значит отдай государству. Мы сегодня его воспитаем, его государство, либо приемная семья. Сегодня очень хорошая тенденция в стране и в Архангельской области, и в городе Архангельске, когда рос просто семей, берущих детей на воспитание. И у нас сегодня в детских домах, наших муниципальных и городских, все меньше и меньше детей. Больше остается социальных сирот в детских домах. У них живые родители, это социальные сироты. Значит, поэтому такую возможность обязательно нужно оставить для мамочек. По молодости, по глупости, от отчаяния, еще раз говорю, не сужу. Но дайте возможность, чтобы ребенок жил. И мы сегодня о другом уже говорим и в комитетах наших, в Госдуме, что сегодня нужно опять как-то стимулировать семьи, которые сегодня уже имеют детей, чтобы они нам рожали и третьего, и четвертого, и может и больше. И опять разрабатываем в комитете нашем социальном тему, что давайте сегодня, и правительство тоже этим занялось, Медведев дал задание, что как сегодня эти семьи стимулируют, чтобы они детей рожали. Вот хорошая идея, значит, чтобы мы за каждого рожденного ребенка выплаты по ипотеке сокращали. Там родился третий, вообще квартира бесплатна. Это очень хорошая тема для наших сегодня семей, не только, которые вновь рожают или которые уже имеют детей. Этот стимул должен быть очень конкретный, как во многих европейских странах, чтобы жилье было бесплатно, чтобы мамочка, как мы говорим, ее стаж работы включался, чтобы она зарабатывала деньги, сидя дома с ребенком, чтобы частные детские сады, которые она может открыть около себя. Много сегодня идей, вопросов, которые мы можем государством быть поддержаны. Вот тогда мамочка пойдет рожать, когда она будет уверена в завтрашнем дне своей семьи, своего ребенка. Согласитесь ли? Конечно. Проблемы брошенных детей это трагедия, но каждый день рядом с нами происходит и другая трагедия. Это насилие в семье. Вот по данным комитета по правам человека ООН за последние пять лет количество таких случаев увеличилось ровно на 20% в нашей стране. А по прогнозам министра Колокольцева эта тенденция продолжится и дальше. Как вы к этому относитесь и как с этим бороться? Ну, как к этому можно относиться? Конечно, отрицательно. Я знаю эти данные ООНовские. Мы сейчас каждые четыре года даем доклад о положении женщин в России. И вот это данные совершенно правильные, точно вы говорите. И на самом деле эта проблема очень большая сегодня в стране. На самом деле мы об этом очень мало говорим. И как бы не обсуждаем эту тему. А у нас сегодня, да в любом, в городе Архангельске, в населенном пункте, в любом, да, эта тема остро стоит. И ко мне на прием приходят женщины и просят сегодня поддержки и помощи. Это очень личностный такой вопрос, очень личностный. Но что сегодня наших женщин избивают, оскорбляют, насилуют, прямо в доме. Даже не надо никуда выходить, да, в собственном доме. Это, конечно, страшные цифры, и которые мы должны сегодня и законодательным путем воздействовать. Но не всегда закон в каждую семью войдет, согласитесь? Ну вот как сегодня это сделать? Я еще раз говорю, в обществе что-то поменялось. Вот поменялась какая-то нравственная составляющая, что мы сегодня можем оскорбить женщину, обидеть мать своего ребенка, избить ее до полусмерти. Какой закон? Он есть, там можно этого хулигана привлечь и так далее. Все это есть уже в правовом поле, это все отработано. Ну, слушайте, наша женщина еще, он только что ее избил, а через пять минут она забирает заявление. Даже приехала уже она ряд в квартиру, да, она забирает заявление. Если не в тот же час, то через несколько дней. И опять жалея своего же вот этого мужа, не знаю, как его назвать, слово какое подобрать, который не уважает ни ее личность, ни... Это все происходит при детях. Это, конечно, это безумие. Мы сегодня, когда поговорим, наверное, еще сегодня с вами, готовя национальный план по положению, по улучшению положения женщин Российской Федерации, целые разделы там будут посвящены. Что нужно еще сделать в России? Я считаю, самое главное, нам самим поменяться. Вот в семье, духовно поменяться. Но это, я считаю, что это вообще уже качество, которое недостойное мужчины, когда он так ведет себя по отношению к своей супруге или к матери, часто уже разбивает своих матерей. Что сегодня в стране происходит? Поэтому, говорю, мне как законодателю, говорю еще раз, много законов, которые сегодня накажут и так далее. Все это есть. Дело совсем в другом. Я считаю, что дело совсем в другом. Вы входите в состав рабочей группы по подготовке очередного Евразийского женского форума. Там, на международном уровне, эта проблема будет обсуждаться? Значит, Евразийский женский форум, который мы провели в сентябре прошлого года, первый Евразийский женский форум, который собрал 80 государств. В Санкт-Петербурге мы его проводили. Это почему именно женский опять форум? Потому что, вот пусть на меня мужчины не обижаются, но, во-первых, на стране больше, да? И сегодня, когда такая ситуация, и в стране, и в регионах опять мы вошли в очередной кризис. Значит, у нас много проблем сегодня связано все равно с женщиной, да? Потому что она сегодня и семью содержит, и на работе пашет, и на нее очень много ложится ответственности. Мы решили провести такой форум, пригласить всех наших депутатов, коллег со всего мира. У нас это получилось. Мы очень много вопросов ставились там, и как раз и по насилию женщин. Потому что это не только в России. Это касается любой сегодня цивилизованной страны. Это тоже есть. И везде, кстати, рост. Потому что какая-то агрессия. Вот в целом, мне все женщины говорят, потому что с экрана телевизора идет агрессия, кровь, убийство, насилие. Справедливые люди говорят. Хотя мы законопроект внесли, да? Вы знаете, что есть такой законопроект, который о защите детей, эта информация, много, чтобы меньше всего этого было. Стало вроде поменьше, но все равно очень много. Сегодня мы в этих гайджетах, от ребенка до пенсионера, там тоже всего этого хватает. Поэтому какое-то сознание возбуждено вообще у людей, что не знают, как себя уже проявить. Наша последняя трагедия в Архангельске, когда ребенок после этих гайджетов покончил с собой и так далее. Примеров можно много приводить. Я еще возглавляю союз женских сил в стране. Есть такая организация общественная. Зайдите на сайт, посмотрите. Мы очень активно работаем с женщинами. Вот мы, например, в Крыму в этом году будем проводить в конце мая, начало июня конгресс женщин Крыма. И российские женщины приедут. Цветущий миндаль называется конгресс. И таких конгрессов, семинаров, тренингов, встреч в разных регионах мы будем проводить все эти годы. Потому что, опять же, поднимаем вопросы не только так, для того, чтобы приехали и обменялись опытом, а вот для того, как раз, чтобы поднимать разные темы. Темы образования, культура, здравоохранения, темы насилия, темы демографические, которые волнуют сегодня людей. Темы экономические, почему сегодня семье так тяжело жить, что нам нужно сделать в стране. И итогом его будет самое главное, о чем я начала вам говорить. Это национальный план по улучшению положения женщин Российской Федерации. В женские вопросы подразумевают семья, дети. Нет такой структуры. Мы везде есть точечно там. Что-то в здравоохранении, что-то в соцзащите, что-то у нас в экономике там какие-то. А в целом, структура, которая занималась детей раньше в советское время, это было. При президенте был такой советник, министерство такое было. Сегодня нет этого. И в результате нет и на оригинальном уровне. Если раньше это было, хотя бы у нас, помните, да, комитет по делам семьи, женщины, молодежи. Сегодня его уже нет. А это ошибочно. Это очень ошибочно. Потому что мы сегодня должны, а, проблемы выявлять и знать, и, б, решать эту проблему. На законодательном уровне еще говорю. На уровне какой-то принятия решений материальном. Посмотреть внимательно, кому мы сегодня должны помогать, какой семье. Как раз сейчас, если раньше это делала федерация, то сейчас, этого года, мы передали деньги субвенции, субъектов Российской Федерации Архангельской области. И сегодня депутаты областные уже будут решать, какой категории сегодня семей помочь. Может, кому-то эта помощь и не нужна уже сегодня. А кому-то нужна вдвойне или втройне. Потому что он тяжелее ему живется, чем кому-либо. Потому что она должна быть точечной, адресной, эта помощь. На самом деле, что-то мы упускаем в этой жизни. Почему рост преступности детской снова и в нашей области тоже. Почему? Проблема в чем лежит? Она вот не может с космоса нам свалиться. Она либо в семье, либо в школе, либо в среде, где ребенок находится. Кто-то должен решать. Он еще маленький ребенок, что он совершает право нарушения. Он может даже не думать, что он сегодня приступил к закону. Поэтому это меня очень беспокоит, как депутата, и как мать, и как бабушку. Потому что у нас сегодня рост преступности в Архангельской области. И в стране тоже. Что-то неладно в нашем доме. Поэтому должна быть федеральная структура и региональная, которая бы сегодня ввела большую тему, очень системно, конкретно. Вот я бы так вот сказала. И наш, конечно, эвразийский форум женский, это, еще раз говорю, так звучит очень высоко, потому что там много стран. Мы сегодня у других стран тоже учимся, у европейских, у которых дела обстоят в том или ином направлении получше, чем у нас. И у нас, и у России тоже есть с чем учиться. Очень много есть по районам области. Как там сейчас обстановка? Чувствуется ли кризис? У нас очень большая область. Территориальная, да. Очень большая. И разные районы, конечно, развиваются по-разному. Меня это, конечно, где-то радует, где-то огорчает. Это очень многое зависит от территории, безусловно. И многое зависит от региональной власти. И федеральной власти. Федералов вот это не оттесняю. Очень многое. Потому что возьмем наши ближние районы. Ну как ближние? 500 километров. Вельский, Устьянский район. Который всегда мне, когда я приезжаю в другие районы, говорят, вот там Устьяна хорошо, вот там они такие молодцы. Но слушайте, Устьянский район, он тоже на карте нашей области. Не сам по себе, да. У него разное было время развития. Или у Вельского. Тут даже не в главах дел. Хотя часто говорят, вот глава такой там хороший или плохой. Я безоценочно сегодня разговариваю не о главах. Там конкретно в Устьянском районе бизнес развивает район. Ну вот так сложилось, что там родились такие ребята, как Владимир Федорович Бутарин, там Олег Воробьев, там Вячеслав Иванекин. Я могу перечать очень много ребят, которые работают в Фиолоковске и так далее. Который где родился, там и пригодился. И они на самом деле вкладывают заработанное в развитие своего района. Честь им это и хвала, понимаете, что и власть федеральная, и региональная их поддержит. Потому что хочется помогать тоже сильным. Когда стоячее болото, ну хоть сколько денег вкладывай, ничего не меняется. Либо меняй власть в районе, либо бесполезно давать деньги. Здесь как бы такой вот хороший как раз команда подобралась. Когда мы сегодня, буквально вчера, губернатор области Игорь Анатольевич подписал договор с Владимиром Федоровичем Бутарином на строительство дорог в Устьянском районе на 300 миллионов. То есть половина Владимира Федоровича как бизнес, половина региональный бюджет. На развитие дорог именно в Устьянском районе. Я знаю, что там скоро будут прекрасные дороги. Это хоть на несколько лет они заключили такое соглашение. Но уже с этого года начнется строительство. Я знаю, что Владимир Федорович в Устьянском районе строит новое терапевтическое отделение. Там более 20 миллионов. Вкладывается очень сильно. Олег в Малиновку вложился. Воробьев. У нас сегодня там чемпионаты России проходят и тренировки. И это все как бы в развитии, еще раз говорю, района. Это рабочие места, это налоги в бюджет. Это много всего позитивного. Я могу о многих таких районах говорить, наших сегодня. Но не везде так. Понимаете? Не везде есть такие Бутарины и Воробьевы. Не в каждом районе. Но я прекрасно радуюсь за наш Ленский район. Самый отдаленный район, который там бездорожье, сто с лишним километров. Это уже граница с нашей МКОМи, где Алексей Глебович Торков, глава района. Сейчас дает новый детский сад. Но они по уровню финансирования все одинаковые. То есть мы сегодня правильно сделали, что наконец-то приняли в федеральном бюджете, региональном, что было раньше, что сколько бы он не искал инвестиций, глава. Нашел инвестиции дополнительные, бюджетная область, что-то сейчас снимают, часть там субсидий. Но это неправильно. Наоборот, нужно сегодня помогать тому, кто развивается. Ну, слава богу, отрегулировали этот вопрос. Сдает новый садик, я продолжаю, в Ленском районе. Вот 5 мая сдают новую школу. Эта школа построена всеми силами федеральными в Урдаме. Новая школа, которая просто школа будущего. Я уже где-то говорила на программе. 5 мая будем ее открывать в Урдаме. И много сегодня у нас детских садов мы построили по области. Согласно программе федеральной целевой детские сады детям. Закончилась эта программа, да. Начинаем строить новые школы. Кто-то успел, кто-то не успел. Я говорю о детских садах. Там было одно условие у федералов. В первую очередь строятся сады там, где есть очередь. Ну, как бы справедливо, да. Многие наши главы не показали очередь. А дети ходят в сады прошлого века. Вот сейчас я была на Финнишском районе. Там детскому зданию, детского сада 101 год, 100 лет. Ну, нормально вообще, 21 веке в такие сады ходить. Сейчас будем искать возможности с оригинальной властью построить там детский сад. Но уже за счет нашего бюджета. А могли бы за счет федералов построить. Поэтому тут надо как бы упривать, что я говорю. Искать возможности для развития района своего. Не только внутри района, но выходить за рамки района. Я все время предлагаю главам, что есть много возможностей федеральных поучаствовать в разных программах целевых. Да, они там на софинансирование. Но не все. В разных фондах, которые сегодня есть в стране. Я предлагаю конкретные фонды. Там тот же фонд детей, находящийся в трудной жизненной ситуации. Миллиардный фонд в стране, который сегодня может решить проблему наших детей в наших муниципальных образованиях и в городе Архангельске. Город Архангельске участвует в этом очень активно. Там, извините, серьезные проекты, серьезные деньги. Там 500 тысяч для деревни. Серьезный день, как вы считаете? Серьезные деньги. Миллион с лишним. То есть есть разные источники. Сегодня нужно просто командой работать. Понимаете? Вот командой. А у нас сегодня столько вопросов у муниципальных образований. Проблем очень много. Я всегда главам очень благодарна. Особенно главам поселений, которые работают и без денег, имеют только кресло иногда и стул. Которые один на один сегодня с населением находятся. Нужно помогать сегодня и региону, муниципалитетам, и федералам помогать региону. И эта тенденция сейчас пошла. В чем там, я предположим, говорю, тенденция, когда мы... Мы это не федералы. Федеральный бюджет сегодня дает бюджетные кредиты региону. Значит, все равно какая-то копеечка высвобождается. Можно помочь муниципалитетам, нашим поселениям. Мы сегодня, федералы, дают дополнительные субвенции. Как на регион по социальной политике. Решайте сами, ребята, как вы тут будете делать. Что главнее. Чтобы только не перегнули палку, опять я боюсь. Чтобы не было сегодня сокращения этих налогов наших семей. А мы решили вот так. Вот это очень опасно. Потому что, когда федералы платили, выплачивалось многим категориям. Когда перешло на субъект, мы экономим наш бюджет. Можем немножко... Здесь опасность. Но, я думаю, хватит здравого смысла у областных депутатов. Все это внимательно, на самом деле, посмотреть все категории. Поэтому надо всем трудиться. Вы сказали о том, что все переплетено в этой системе управления. Государственная, как лично ваши отношения, как федерального политика, строятся с губернатором области, с мэрами крупных городов? Есть взаимопонимание? Безусловно, я взаимодействую и с губернатором, и с правительством, и с областным собранием, и с мэрами городов, и с главами наших поселений, и муниципальных образований, и с депутатским корпусом совсем. У меня даже женская плата депутатов создана, вы знаете, два года ей, да? Когда буквально на днях прошла очередная наша встреча, заседание с женщинами. Когда я считаю, что это правильно, они так считают, я считаю, что это правильно, что мы ее создали. Потому что я сегодня женщин, мы женщин обучаем, обмениваемся опытом. Опять же, о чем мы говорили выше, да, что они приезжают, они часто даже в соседнем районе не бывают. Вот живут в своем районе от начала до конца, и не знают, что делается в Ленском, в Лешуконском. В Лешуконе там тоже есть чем поучиться, очень хороший район, хотя самый отдаленный, северный район. Я могу много наших районов сегодня хвалить, молодцы главы. И мы обмениваемся опытом, мы их обучаем, у нас постоянные тренинги с женщинами. Это может она избралась с депутатом, не знает, куда дальше бежать, что делать. А на них очень серьезная ответственность лежит на депутатском корпусе. Поэтому, конечно, взаимодействие по-другому не получается. Я считаю, моя задача как политика, значит, лоббировать интересы региона, что я и делаю, да. Значит, искать какие-то другие источники финансирования региона, искать, хотя это не ваша задача, ваша задача закон написать. Наверное, правильно, но я считаю по-другому. Если у меня есть возможность, я член экспертного совета фонда, о котором я говорила, детей, находящихся в трудной ситуации уже 8 лет, я знаю этот фонд, я знаю, что он дает. И, конечно, я радуюсь, когда наше муниципальное образование сегодня за эти годы уже много получили, выиграли проектов, получили финансирование. И также другие источники, возможности инвестирования в регион. Я, конечно, буду, я сама этим не занимаюсь, но я докладываю, рассказываю правительству, что есть такая возможность, есть такая возможность. Какие-то компании, значит, есть московские, которые хотят сюда инвестировать. Ради бога. Я думаю, что мы открытая область для этого. Пожалуйста, делайте это. Приведите дополнительные источники финансирования. Поэтому взаимодействую. Не всегда, может, бывает, кому-то, может, что-то не нравится, потому что, вы знаете, мне очень прямая. И говорю вслух, что у нас не так, а у нас еще много проблем, которые мы должны решать. Очень много проблем. Но если мы будем друг друга слышать, слушать и поддерживать друг друга, у нас все получится, потому что мы все в одной лодке. Сегодня кризис, конечно, он ощущается. Как бы на ваш вопрос не ответила выше. Конечно, он ощущается. И в любом кошельке сегодня нашего горожанина или селянина, конечно, мы чувствуем, что рост цен пошел. Сегодня на днях выросла цена на хлеб в Архангельске, в Северодвинске. Подняли целый на хлеб на 5, на сколько-то процентов на 5, на 10. Потому что, ну, и часто антимонопольные комбинаты этим разбираются. Почему они это сделали? Что там, мука подорожала? Что у нас там подорожало? Но мы должны сегодня очень внимательно подходить к росту цен, хотя бы внутри региона. К тарифам внимательно посмотреть. Ну, чтобы на людей лишнюю нагрузку не вешать на их плечи. Им и так сегодня сложно и трудно. Нужно всем миром помочь сегодня населению. Потому что и к этому президент призывает. Если вы видите, в каждом его выступлении он все время говорит, подумайте о людях. Посмотрите в регионе, как у вас там что происходит. О людях думайте в первую очередь. У меня 100 с лишним законопроектов приняты. Причем они все практически касаются тех проблем социальных, о которых мы с вами говорили, образования, здравоохранения. Ну, социального блока. И не только, кстати, социального. Там есть интересные законы для людей. Во-первых, конечно, мы создали фонд «Успех благотворительный». У меня есть свой фонд, да, вы знаете, много лет. Когда я помогаю конкретно детям, творческим, одаренным. Детям с ограниченной возможностью здоровья. Ну, когда благотворительность, я вообще молчу. Это знают те люди и коллективы, которым я помогаю бесконечно. И я считаю, что это очень важно. Значит, депутат должен быть как можно ближе к своему избирателю. Я на земле живу, и они это видят. И даже если задают иногда неудобные вопросы, они все равно потом уходят и обнимают тебя, говорят, слушай, а спасибо тебе, Андреевна, что ты вот с нами все эти годы, понимаешь? И вот это вот самое, для меня это самое дорогое. Что они в этом много всего хорошего мы сделали с командой. Хорошо. И последний вопрос. Политические аналитики ломают голову. Пойдет ли Елена Второгина в Госдуму, в седьмой созыв, в составе нынешних участников праймерис, который вот на сегодняшний день публикован, вас еще нет, разрушите интригу. Будете вы баллотироваться, Елена? Я зарегистрировалась как кандидат по одномандатному округу, 73-му, это от Лишукова Недоленского района. Такой большой округ территориально, очень большой, потому что много у меня было, все-таки я долго думала на самом деле, я уже практически последняя подала документы. На праймерис, вы имеете в виду? На праймерис, да, на праймерис. У нас будет праймерис. Потому что и много организаций людей ко мне обратились с просьбой идти на эти выборы. идти, потому что мы, как они говорят люди, что вы-то всегда с нами. И мы вас видим, и работу вашу видим, и разделяем очень много вашей позиции. И за честность спасибо, за открытость, слава богу, что мы сделали одномандатный округа. Это очень правильный был законопроект. Тогда, когда ты уже персональную ответственность несешь вообще за округ, да, когда у тебя конкретно... Сейчас у меня два субъекта Российской Федерации, еще раз говорю, наша область, и еще Ненецкий автономный округ. Это очень много, большая территория. Кто-то обижается. Но это 225 поселений, которые надо посетить. Столько муниципальных образований, не считая еще Ненецкого автономного округа. Поэтому даже этой недели оригинальной не хватает. И получается, что некоторые муниципальные образования я могу посетить от силы два раза в год. Кому-то везет больше. Когда я машину еду в Архангельск, конечно, я проезжаю районы, которые на трассе стоят, заезжаю чаще к ним. Это как Вильский, Виноградовский, Шенкурский. Поэтому решение такое принято. Я пойду по сервису третьему многодатному округу. А дальше праймерис, если мы выиграем. Там много у нас желающих по нашему округу. Ну а дальше пойдем на выборы. Сначала нужно пройти праймерис. Хорошо. Ну что ж, удачи вам, Илья Андреевна. Спасибо за содержательную беседу. И увидимся. Спасибо вам. Готова с вами еще не раз встретиться. Редактор субтитров А.Семкин